какие камни лучше для бани обзор кандидатов по всем критериям отзывы парильщиков и народный рейтинг статья сайта парилочка . ком раздел печи для бани подраздел камни для бани подраздел выбор камней для бани в этой статье мы намерены вместе с вами найти лидера среди банных камней но вполне ожидаемо что если проводить отбор по нескольким категориям то в каждой из них найдется тот чьи показатели лучше и едва ли это будет один и тот же камень поэтому мы предлагаем вам самим расставить приоритеты сделать ставку на того лидера чьи качества кажутся вам наиболее важными для начала рассмотрим важные характеристики начнем с выделения того что наиболее значимо для бани как правило от бани мы хотим чтобы камень служил долгое время без или с незначительной заменой чтобы длительное время после выключения или окончания топки печи от него исходило существенное для обогрева тепло чтобы во время работы печи баня нагревалась быстрее чтобы здоровье не страдало от камней а лучше напротив улучшалась чтобы камни не стоили слишком дорого а в идеале вообще были бесплатны вот такие требования переводя на язык физики нам нужны теплостойкие теплоемкие камни при этом с хорошей теплопередачей плюс конечно дешевые и экологически чистые оптимально было бы остановить выбор на тех у которых все показатели выше среднего кстати если говорить о теплоемкости то самая высокая теплоемкость вообще у обычной воды она в два раза выше чем у кирпича при равном объеме камни для бани какие лучше с точки зрения долговечности тут есть два подхода в бане держатся те породы которые имеют магматическое причем глубинное происхождение и более или менее щелочной состав то есть количество кремнезема не более пятидесяти процентов но это хорошее определение для геологов а простые люди лучше ориентируются среди цифр мы здесь на парилочка точка ком приведем соответствующую табличку но сразу должны предупредить важное предупреждение срок службы камня зависит от такого количества факторов что точно предсказать его невозможно месторождение состав примеси тип печи частота пользования бани даже размер и форма камня имеют значение в первую очередь конечно минеральный состав породы и температура нагрева в печи люди далекие от геологии считают что камни имеют одинаковый состав если называются одним именем на самом деле минеральный состав переменный потому что условия образования в чем-то различаются есть еще много другого например процесс замещения затрагивающий часть добычи с одного и того же месторождения поэтому смотреть надо на конкретные образцы тем не менее здесь на парилочка точка ком мы даем обещанную таблицу позволяющую ну честно говоря крайне приблизительно оценить термостойкость камня и время которое он проживет в печи и так в таблице указано название и срок сколько камень должен прослужить нефрит 10 лет жадеид 4 года яшма 2 года хромит 5 лет кварц 3 года только хлорид 3 с половиной года дунит 6 лет кварцит 4 с половиной года порфирит 5 лет кабрадиобас 2 года чугун 6 лет фарфор 10 лет как видите по долгожительству лучшие камни для печи в баню это вот два кандидата нефрит и керамические шары мы бы добавили сюда еще неубиваемые шары из пищевой нержавейки вот эта троица реально проживет в банной печи долго но каждый из этих материалов летит в копеечку кстати если говорить о керамике то она тоже бывает разная по составу это мы с вами рассмотрели по долговечности теперь поговорим о том какие камни лучше для бани в парилке по теплоемкости если вы не торопитесь собираясь попариться то не пожалейте времени ядров на самые теплоемкие камни вот еще одна небольшая таблица с парилочка . ком в которой перечислены не все но многие банные камни здесь много цифр поэтому читать мы ее не будем рекомендуем зайти на нашу статью на сайте парилочка ком опять же таблица наглядно показывает что лучшим камнем для бани в парилке по теплоемкости будет парфирит у нас есть посвященная ему отдельная статья на парилочка . ком базальт мы не станем принимать в расчет из-за большого разброса значений однако его родственники долерит и габрадиобаз о них у нас тоже есть отдельные статьи на парилочка . ком хоть и не имеют столь же высоких показателей теплоемкости но все же более чем конкурентоспособны они выигрывают за счет хорошей теплоемкости и низкой цены вы также можете в этой таблице заметить что в основном значение все находятся в районе единички чуть больше чуть меньше но большого разброса нет кстати даже глина может в определенных состояниях аккумулировать тепло в больших количествах чем любая банная порода у глины значение до 3,6 в мокром состоянии за счет теплоемкой воды а это значит что выбор всегда производится одновременно по нескольким критериям продолжим их рассмотрение рассмотрев лучшие камни по теплоемкости поговорим теперь о безопасности для здоровья камни для печи в бане какие лучше для безопасности по безопасности для здоровья это вопрос не праздный для начала выясним чем вообще могут быть опасны банные камни во первых радиации во вторых сульфиды и другие примеси которые при высокой температуре выгорают с образованием соединений вредных для человека в третьих механическое разрушение итогом к но которого становится мелкая пыль вредная для дыхания просмотрим эти опасности по отдельности радиация если горная порода образуется на большой глубине в мантии то она в принципе не будет содержать радиоактивные элементы которые концентрируются в земной коре можно безо всякой опаски покупать жадеид дунит передатит все остальные породы так или иначе формировались выше но из них большинство не представляет никакой радиационной опасности исключение составляет гранит который вполне может иметь повышенный радиационный фон но так как он и по другим характеристикам не подходит его можно вообще забыть сульфиды да это малоприятная добавка камню которая часто встречается в природе много жалоб на карельские камни сульфид при высокой температуре распадается образуя окислы серы а та с водой образует кислоты вдыхание воздуха с парами серной кислоты крайне нежелательно для людей сульфиды легко определяются визуально как серые и темно-серые прожилки и пятна с металлическим блеском или как золотистые кристаллики на поверхности камня зайдите к нам на парилочка точка ком на статью какие камни лучше здесь у нас показан образец такого камня с сульфидами что важно ориентируйтесь на правило согласно которому количество сульфидов на поверхности камня не должно составлять более пяти процентов от всей площади поверхности разумеется определять придется на глазок но все же если их будет меньше пяти процентов то они просто выгорят за одну две топки без следа хотя и будет неприятно но недолго надо сказать с бич множество камней перечислять не имеет смысла просто будьте внимательнее при выборе и еще немного про другие примеси к числу других примесей мы бы отнесли криозот и другие вещества техногенного происхождения лучшими с точки зрения их отсутствия будут камни которые не были брусчаткой не были подобраны возле железной дороги или промышленных объектов и пыль все камни разрушаются рано или поздно превращаясь в песок и пыль поэтому каменку нужно регулярно перебирать что же касается талькохлорита то не пытайтесь отмыть его до чиста ему свойственно выделять тальк и чешуйчатый хлорид он будет делать это все время пока лежит в каменке поэтому если у вас есть выбор то сделайте его лучше в пользу талько магнезита или просто положите другие камни которые не пылят а вот для отделки талькохлорит очень хорош и так лучшие по безопасности камни это сертифицированные камни без примесей теперь по стоимости лучшие камни по стоимости тут все просто лучше это дешевле а самыми дешевыми из покупных камней остаются габрадиобазы мы вполне обоснованно можем рекомендовать именно этот камень потому что у него годная теплостойкость и теплоемкость он подходит для каменки по двум основным характеристикам а разрушится он у вас за два года как обещает составленная продавцами листовка или простоит 6-10 лет зависит от случая идти по печке но это распространяется на все камни кто-то подбирает гальку в лесу и она держится 12 лет а у кого-то нефрит не выдерживает года бывают подделки низкокачественные образцы но если камень дешевый то его легко и заменить важно жалобы на запах издаваемый габрадиобазом это жалобы на сульфиды они не всегда прилагаются к камню осматривайте образцы перед покупкой выше мы уже подробно говорили про сульфиды что ж общее представление о критериях качества камней мы уже получили давайте резюмировать сказанное какой же самый лучший камень для бани однозначного ответа здесь быть не может мы сказали самый долговечный нефрит керамика и нержавейка самый теплоемкий порфирит самый безопасный жадеид тунит передатит и все они кстати не застрахованы от сульфидов самый дешевый габрадиобаз а если добавить к этому то что рассказывают владельцы бань с каменками наполненными жадеидом качество пары тоже ведь имеет значение ведь так поэтому мы все же вынуждены схитрить немного и сказать вполне ожидаемую банальность если есть финансовая возможность стоит покупать нефрит жадеид керамику и нержавейку если баня бюджетная то лучше остановить выбор на порфирите габрадиобазе и дуните и разумеется вы вольны мешать камни природные или искусственные на свое усмотрение делайте микс какой хотите мы не советуем брать кварц базальт змеевик еще называют серпентинит радингит гранит и яшму если говорить о талькохлорите и талькомагнезите то талькомагнезит лучше талькохлорита потому что магнезит более жаропрочный чем хлорит а если нашего мнения вам недостаточно то почитайте отзывы пользователей и посмотрите у нас на paril.com составленный пользователями рейтинг в составлении которого кстати вы тоже можете принять участие что мы можем сказать про отзывы лучшие камни для бани отзывы с отзывами в интернете кстати всегда все сложно лучше уж пойти на эксперименты и поверить собственным ощущениям чем незнакомым людям пишущим по неизвестным причинам возьмем тот же жадеид найдется немало отзывов про лучший камень на свете но если их проанализировать то основные достоинства какие пар стал легче запах приятный никто не исцелился от целебного камня не отбросил костыли и в пляс не пустился и есть повод задуматься о том не от затраченных ли денег человек получает наибольшее удовольствие проверить проще простого покупаете коробку 20 килограмм качественного жадеи то кладете верхним слоем и пробуйте пар и жаба не задушит и впечатления будут личные они со слов лучше всего отзывы с указанием марки печи режима эксплуатации срока результатов так один из пользователей в сети рассказывает что в его распоряжении было две печи ангара 2012 и компакт компакт был загружен миксом ревизия была проведена через четыре года после загрузки оказалось что больше всего пострадали следующие породы габродиабаз и малиновый кварцит осколков же больше всего дал только хлорид жадеид не побился вообще потому что новую печь пользователь загрузил исключительно жадеи там и в открытую и в закрытую каменку через два года провел первую ревизию в открытой с камнем ничего не сделалось а в закрытой он не побился в осколки мелкие где-то на одну пятую от всей засыпки другие пользователи не спешат делиться столь подробной информации кто-то хвастается тем что у него габродиабаз из карелии простоял 10 лет а про ревизии только несколько камней побитых заменить пришлось до песка немного выгреб другой парильщик сообщает о совершенно фантастическом выживании только хлоритос аннотского месторождения талька камень проработал более трех десятков лет в разных печах порой неплохое выживание демонстрируют и камни найденные самостоятельно в природе один пользователь наслаждался паром с лесных камней другой сообщил о выживании голышей с соседнего поля на протяжении 10 лет из приведенных примеров понятно что никто не пользовал все варианты лучшими камнями для бани считает те с которыми имел дело с другой стороны в отзывах нет ничего противоречащего природе камни если не раскалять его до предела не омывать открытым огнем в котором все окисляется со страшной скоростью то будет он жить в вашей печке долго и счастливо а если печка периодическая с открытым огнем то тут уж надо настраиваться на частую замену содержимого каменки здесь у нас в текстовой версии статьи на парилочка точка ком есть пара видео и вот как раз в одном ролике профессионал с форума теплодар дает свои комментарии по поводу того какие камни он считает лучшими для бани и друг в другом ролике показано как обычный рядовой пользователь бани перебирает габрадиабаз в каменке спустя 7 лет использования какие результаты у него вы можете посмотреть здесь статье если вы согласны что нет ничего лучше собственного опыта то может быть тоже поделитесь своим опытом с нами мы приглашаем всех читателей нашей статьи имеющих опыт пользования разными камнями и сформировавшими свои предпочтения проголосовать в нашем рейтинге камней для бани вот у нас здесь на парилочки точка ком адрес статьи дан в описании к этому ролику здесь есть рейтинг где показаны все камни рейтинг так называется самый лучший камень для бани здесь на данный момент на момент озвучивания этой статьи проголосовала 312 пользователей если вы хотите узнать кто на данный момент по рейтингу претендует на звание самого лучшего камня то выберите свой вариант проголосуйте и автоматически для вас откроются результаты этого голосования и так мы желаем вам отыскать самый полезный камень или идеальный для вас микс дающий идеальный пар как для хозяев так и для гостей больше материалов по камням для бани смотрите на странице раздела камни для бани на сайте парилочка точка ком а когда вы выберете лучшую породу или смесь мы рекомендую вам также ознакомиться с нашими статьями про укладку камней в печь дровяную или в электрокаменку у нас две отдельные разные статьи про укладку в дровяную печь и про укладку камней в электрокаменку они тоже есть у нас на сайте парилочка точка ком и так желаем вам успехов в определении того какой самый лучший камень для бани вместе с нашим каналом и сайтом парилочка точка ком